А вот этих людей не пугает практически ничего. Они готовы добираться на заработки в России любым видом транспорта. Их не пугает неизвестность, нелегальный статус, нечеловеческие условия проживания. Ради работы они, не задумываясь, отдают и свой паспорт, а в отдельных случаях и собственную жизнь. Вот шокирующие случаи минувшей недели. Во время пожара на Качаловском рынке в Москве сгорели сразу 17 иностранных рабочих. Старшему из них было всего лишь 35, а младшему едва исполнилось 20 лет. Откуда они приехали, стало известно лишь накануне. По уточненной информации, все погибшие граждане Узбекистана. И в российской столице находились они, скорее всего, нелегально. О жертвах незаконного гостеприимства наш корреспондент Константин Каковешников. Вот нашли мы 10 погибших, вот Максим Кулов, вот эти братья 4. С момента трагедии прошла почти неделя, но выяснять имена и фамилии погибших Софья Морозикова не прекращает до сих пор. То, что удается узнать, женщина записывает прямо на упаковке из-под чая. Сейчас не до формальности. Конечно, дома ждут их. Откуда знает, они погибли или не погибли. Опознают их или нет, затрудняются ответить и сами эксперты. Человеческие останки обгорели настолько, что сомнения вызывает не только национальность погибших, но и даже их точное количество. Окончательную цифру 17 человек назвали лишь накануне. Основная работа следователям еще только предстоит, но Качаловский рынок, где все и произошло, уже закрыли. Местоположение рынка выбрали крайне удачно. Слева дорога на Солнечный Симферополь, здесь Варшавское шоссе, а неподалеку знаменитый МКАД. Отбоя от покупателей, судя по всему, не было. Торговые лотки почти вплотную примыкали к спальному району Северная Бутова. На пульт дежурного сигнала возгорания поступил в 5 утра. Как вспоминает Роман Сидоров, до окончания дежурства оставалось всего несколько часов. Но то, что вызов окажется непростым, 25-летний пожарный словно предчувствовал, за двое суток до трагедии Роману выдали новую форму. Как у нас в пожарной охране говорят, обновил. Если новая боевка, это будет вам какой-то пожарный. Спасти мигрантов из СНГ, рассказывает Роман, было практически нереально. О возгорании сообщили слишком поздно, когда огонь уже был готов перекинуться на соседние бытовки. В нарушении всех правил они располагались всего лишь в метре от единственного входа. К тому же под рукой у пожарных не оказалось элементарной схемы эвакуации. Как результат, они зашли не с той стороны и драгоценные минуты ушли на то, чтобы сломать неожиданно выросшую перед спасателями капитальную стену. Когда это не удалось, в ход пустили тяжелую технику. Алюминиевую обшивку с улицы ломали при помощи автомобилей-погрузчиков. На первом этаже пожарные насчитали сразу пять человеческих тел. Еще 12 были скучены наверху. По всей видимости, пытались выбраться, потому что находились они друг на друге. И, по всей видимости, было какое-то у них отверстие для того, чтобы пробраться вниз на первый этаж. И все они к этому проему устремились. Столь массовое ЧП с участием мигрантов не редкость. Весной прошлого года при пожаре в расселенном особняке погибли сразу семь граждан Таджикистана. Еще столько же задохнулись в дыму в подземном гараже, который располагался в строящейся высотке. Тела рабочих находили под завалами торговых центров. В 2006 в результате обрушения Бауманского рынка пострадали не менее 32 человек. Вдвое больше погибли. Удивляться уже нечем. Это все равно, что сказать. Опять зима пришла. Руководство столичных рынков опять грозят массовыми проверками. Провести их распорядилась Генеральная прокуратура России. Выясняем, как реагируют на выселение сами мигранты. Ближе к вечеру отправляемся на строительную ярмарку в подмосковные мытищи. Ничего хорошего от проверок ФМС эти молодые люди уже не ждут. Если на рынке у них была хотя бы крыша над головой, то под открытым небом ее заменяет полиэтилен. Впрочем, в том, что они вернутся обратно, узбекский правозащитник Бахром Хамроев не сомневается ни на йоту. Говорит, на его родине учителя получают не больше 70 долларов. И поток мигрантов в Россию только растет. Негласно, есть у них договор, что они подставляют рабов сюда. По размещению мигрантов в Москве действует целая цепочка посредников. Так называемые бригадиры дежурят на узловых станциях метро. И, конечно, на поверхности. Пару минут и приезжий Миша предлагает нам заселиться в общежитие на Бауманской. Там, ну, это самое, мусора не сильно кошмар. Не, не, не. То есть там все по концу? Все нормально. Там сами отвечают, да? Записываем телефон и уже на следующее утро заходим в гостиницу. Цены немного поднялись. И заодно койко-места в комнате на 16 человек здесь просят 170 рублей. Требования минимальны. Не выходить на улицу обнаженными по пояс и получить обязательную регистрацию. Сегодня делятся на ресепшене. Без нее никак. Мы в цены службы приезжали, штрафовали. Штрафовали 250 тысяч. А то, что проживают такие люди. Второй раз придем, сказали, еще больше штрафовали. Третий раз уже закроют. Получить квадратные метры можно и нелегально. Иностранные рабочие соглашаются жить и в подвалах, и в домах, подлежащих сносу. Мигранты въезжают прямо в освободившиеся квартиры. Серденька обчерная. Валентин Иванович показывает следы недавнего пожара. Дым от него, рассказывает пенсионер, поднимался до девятого этажа. Впрочем, на этом страдания жильцов только начались. Квитанции заводу последние месяцы сетуют до сих пор не выехавшие, неуклонно растут. А вот дисциплина только падает. Так они, в общем-то, стараются вести себя тихо, потому что они заинтересованы в этом жилье. Но грязи больше подъездим. Жаловаться властям жители уже устали. Из префектуры обращения спускают в районную управу. А оттуда в местное ОВД. Разбираться в ситуации, по словам мужчины, который боится показывать свое лицо, не хотят ни те, ни другие. Говорит, вместо помощи одни репрессии. Принудительно стали выселять в ускоренном порядке тех, у кого ключи, отключая электроэнергию. При этом не трогая тех, кого заселяют абсолютно. Парадоксально, но заложниками и в этом случае оказались сами мигранты. Проживать в девятиэтажках опасно для жизни. Снести здание решили после того, как стены стали выделять опасный фенол. Впрочем, знают новоселы об этом или нет, известно им одним. Я прошу прощения, давно заехали сюда? Нет, я в гостях сегодня. В гостях, а вы? Тоже в гостях. Тоже в гостях? А у кого гостите? Решить проблему, рассказывает доктор философских наук Игорь Чубайс, по-прежнему можно. Для этого необходимо пересмотреть информационную политику. Называть приезжих не гастарбайтерами, а соотечественниками. С русскими их сближает некогда общая родина, Советский Союз. А в том, что мигранты соглашаются на бесчеловечные условия, Чубайс винит не приезжих, а прежде всего чиновников и российских работодателей. Даже те, кто занимается уборкой мусора, у них зарплата формально 30 тысяч рублей, а реально они получают 6 тысяч рублей. И потом нам говорят, а вот русские не идут, не хотят работать, это грязная работа. Слушайте, за 30 тысяч рублей тут полстраны прибежит, у нас миллионы безработных. Кроме безработицы растут и ксенофобские настроения. Ехать в Россию на заработки мигранты по-прежнему не боятся, но добавляют неприятный осадок, копятся и у них. И кто в конечном итоге станет жертвой нелегальной миграции, сказать сегодня не возьмется ни один профессор. По неофициальной статистике, больше половины всего активного мужского населения России родились за пределами этой страны. Константин Коковешников, Даниил Гончаров, Роман Демидов, Андрей Нетреба и Ольга Соловьева. Вместе из России.